Вы знаете, друзья, удивительное ощущение, когда эта музыка звучит в сердце древнего города, которому тысячи лет, и, естественно, все вокруг живет своей жизнью, как оно, собственно, и должно. И дети вот замечательно играют здесь, перед Успенским собором, и, вообще говоря, продолжается все, что должно продолжаться. Музыка — это вообще часть жизни, в этом еще раз убеждаешься, всякий раз при соприкосновении вот с такими исполнениями и с событиями фестиваля «Музыкальная экспедиция», который уж в этом-то году точно весь состоял из концертов на открытом воздухе. В предыдущие годы также в значительной степени, а в этом году исключительно. И город современный, хоть и живые свидетельства его тысячелетней истории, нас с вами здесь более чем красноречиво окружают. Это еще одно напоминание и о том, что музыка, проверенная временем, музыка, прошедшая все испытания и сменами эпох, и разными вкусами, предпочтениями, вот такая, как этот шедевр Сергея Васильевича Рахманинова, безусловно, должна звучать. Но если мы хотим, чтобы современная жизнь звучала и продолжалась, и развивалась, и звучала для нас интересно, приятно и привлекательно, то нужно все-таки не терять контакта и с новой музыкой. Поэтому продолжением нашего сегодняшнего концерта станет произведение, которому нет еще двух лет. Хотя для его автора оно уже в каком-то смысле ушло в прошлое, потому что выдающийся современный отечественный композитор, Ефрем Иосиф Подгайц, сочиняет много, охотно, легко, и после этого двойного концерта для виолончели и домры, который мы услышим сейчас, он еще много чего успел сочинить. Общее число его произведений, согласно авторской нумерации опусов, уже перевалило за три сотни. Но это очень интересная отдельная история, которая позволяет нам, во-первых, и представить нашего художественного руководителя, знаменитого виолончелиста Бориса Андрианова, как неутомимый... Да, само по себе это уже браво. Но тут есть еще ряд обстоятельств, которые тоже заслуживают и нашего внимания, и, возможно, аплодисментов. Борис Андрианов неутомимый энтузиаст в совместной работе, а иногда и борьбе, которая предшествует этой работе, с современными композиторами. Он не просто просит, не просто договаривается, он убеждает и иногда даже побеждает современных композиторов, интересных, разных, важных и очень оригинально мыслящих, он добивается того, чтобы они сочиняли для виолончели или с участием виолончели. Есть целый фестиваль, который проходит в Москве каждый ноябрь. Его художественный руководитель, создатель, тот, кто его придумал, естественно, опять-таки, Борис Андрианов. Фестиваль называется «Вивачелло», и ни один из фестивалей «Вивачелло» не обходится без вот таких мировых премьер. Соответственно, в 2019 году мировой премьерой фестиваля «Вивачелло» в Москве и был двойной концерт под названием «Рандеву», то есть свидание, домры и виолончели. Выдающиеся музыканты могут очень хорошо себя чувствовать в сольном качестве. Вот когда монолог, сзади или оркестр, или еще какая-нибудь поддерживающая, сопровождающая команда, свита, которая играет короля, как известно. А интереснее, когда они ведут этот диалог между собой, особенно так, как его придумал Ефрем Падгайц. Я с удовольствием представляю, так, сейчас я отхожу на второй план, соответственно, и представляю участников этого исполнения. Бориса Андрианова я уже назвал, а его партнером в этом диалоге будет замечательная домристка, первая солистка Национального академического оркестра народных инструментов России имени Осипова, Екатерина Мочилова. Вот у них-то и состоится сейчас рандеву в трех частях. Капричио, ария и танец. Владимирский губернаторский симфонический оркестр под управлением маэстро Артема Мархина. Рандеву Ефрема Падгайца. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Рандеву Ефрема Падгайца. 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 Екатерина Мочилова, Борис Андрианов И Владимирский губернаторский симфонический оркестр Под управлением маэстро Артема Маркина АПЛОДИСМЕНТЫ